Там русский дух, там Русью пахнет. Эти пушкинские строки как нельзя лучше описывают подмосковную деревню Агарково. В ней находится православный центр традиционного искусства и ремесла Синь, в котором живут и работают талантливые мастера и ремесленники, возрождая русскую культуру. И сегодня мы туда с вами отправимся. Янна Макарова, это Азы Православия. На стыке Одинцовского, Русского и Истринского районов стоит дом, будто из сказки. В нем находится православный ремесленный центр Синь, где возрождают русские традиции. Деревне Агарково около 700 лет. Когда-то она относилась к Звенигородскому княжеству. К началу 20 века здесь было около 70 хозяйств. Сейчас единственный житель, прописанный в деревне, Александр. Это он основал здесь православную общину ремесленников. Господь как-то меня привел 20 лет тому назад на эту землю. Она стала для меня родной. Вот здесь я уже как бы корни все пропустил. Ко мне уже сюда внуки уже приезжают. Вот этот дом, он строится 18 лет. В его основании стоит дом, который был построен в 1926 году. В доме вкусно пахнет творожной запеканкой. Такой настоящей, русской, из печи. Жена Александра Марина готовит обед к нашему приезду. Осталось лишь заварить Иван-чай и можно садиться за стол. Кстати, в 19 веке в английском чайе 80% было Иван-чай. Они смешивали 20% Цейлонского с 80% нашего и выдавали за английский. И мы были крупнейшими поставщиками, именно Россия, Киприя. Потому что люди просто чувствовали на себя, что она дает. Она дает действительно подъем сил, настроения. И вместе с этим не имеет никаких противопоказаний. Нету аллергических каких-то эффектов, наркотических эффектов. Нету в этом чае кофеина. Ему нету провыхания. То есть одни плюсы. А сколько нужно в пласть? Ну вот жменьку такую. Это я сделал, чтобы крепкий был. Можно было сделать меньше, но надо еще помнить, что Иван-чай, его можно заваривать 3-4 раза. Главное, его не надо разбавлять ничем. Люди же привыкли заварочку отдельно, кипяточек отдельно. А здесь нет. Вот он просто постоит так. А потом мы попробуем, что это такое. Пока настаивается Иван-чай, а постоять он должен минут 20, можно побеседовать с хозяином дома. Сейчас мы находимся в столовой нашего центра. Здесь и проходят и мастер-классы иногда, и мастера собираются. Здесь мы и обедаем каждый день. И она украшена, вы видите, керамикой. И что вы не возьмете, практически любая керамика, она имеет написано «Агарково». Вот вся керамика, которая на стенах, она сделана здесь, в нашей деревне. Она отсюда уходит в Лондон, в Токио, в Париж. Всю эту посуду сделала Марина. Александр считает, что очень часто люди не замечают того богатства, по которому ходят. Эта глина была найдена возле дома. Она есть везде. И к сапогам прилипает, думает, что это грязь. А на самом деле это вот такая вещь, с которой можно делать прекрасную посуду, прекрасное блюдо. Срок жизни вот этой посуды, если она не разобьется, естественно, ну, керамики, около 5000 лет. Я сейчас собираюсь вести летопись. Вот как я вижу жизнь, я знаю, что это летопись керамическая. Я потом куда-нибудь закопаю, спрячу, ее откопают через там несколько тысяч лет. И по этой летописи вот будут вести какую-то... Кто-то будет защищать кандидатскую диссертацию, вот будут разговаривать. Вот, а у нас есть свидетельство. Была деревня Агаркова, центр такой был. И вот так они смотрели на мир, вот так они жили и радовались жизни. Это все рабочее? Да, это все рабочее. Но оно одновременно некий экспонат, потому что к нам приезжают и туристы, и смотрят все это. Ну, это все в работе, мы же живем этим, мы едим с этой посудой и будем чай пить с этой посудой. Мы ее и руками трогаем, и используем по назначению. А почему вы решили именно в русском, в таком народном стиле все это сделать? Почему вы в такой одежде вот ходите, расскажите? Ну, одежду, видите, у меня тоже вот это все сделала моя супруга. Вот эту рубашку, она с помощью еще и своей подруги, которая приехала, и они вдвоем делали вот эту косоворотку, классическую русскую косоворотку. Я живу в России, у меня так получилось, что отец у меня русский человек, и вся ветка отцовская, это все были русаки, причем они всегда занимались военным делом, служением. По материнской линии у меня все поляки, и они занимались строительством. Гены строителя сделали свое дело, а вера православная помогла прийти к мечте. В конце 90-х годов я увлекся, так как меня Господь привел к тому, что я увлекся древнерусским деревянным зодчеством, начал изучать эту тему, начал ездить, обучаться. В результате Бог дал мне быть руководителем строительства и старшиной артели при строительстве четырех наших русских православных храмов. Александр продал квартиру и уехал в Агарково. Он не только нашел себя здесь, но и стал идейным вдохновителем для многих ремесленников. Создание такого центра – это попытка жить с теми людьми, которые живут в уповании с Богом. И с любовью относятся ко всему тому, что Бог дает нам, и саму жизнь, и любят свою жизнь, и у них есть любовь к душе, и поэтому они могут ею поделиться. И я открыл для себя, что очень важно нам повышать культуру, обращаться к нашим традициям, и это дает нам силу. Как этот чай, как любое, к чему вы не прикоснетесь, оно все дает нам силу. Чай тем временем заварился, всех зовут к столу. Но сначала молитва. С нее здесь начинается любая трапеза. Это правило. К нашему чаепитию присоединяются мастера Арсений и Николай. Сейчас они живут и трудятся в центре Сень. Прям пахнет лугом чай. Да. Вы будете сейчас запах чувствовать лето. Запах лето. Я хотела еще комплимент сделать вашей запеканке. Вот я как раз вчера готовила свою запеканку. Она, конечно, рядом не стояла. Такая нежная, вкусная. Конечно, не сравнится с обычной из духовки. Поэтому всем рекомендуем запеканку готовить в настоящей печи. И приезжайте туда, где готовят запеканку в печке, тоже приезжайте к нам, пожалуйста. Мы всегда рады всем добрым людям, которые любят запеканку и еще сами тоже делают. Несколько лет назад Александр купил друзьям корову. И теперь они постоянно снабжают его молочными продуктами. В каждой деревне есть люди, которые что-то делают. Ну, в одном месте люди делают там сыр, молоко, сметану. А у нас, например, иван-чай. И что мы делаем с своими иван-чаями? Мы туда отвозим. И привозим молоко, сыр. И вот так живем. То есть натуральный обмен. Это называется бартер. Бартер. Да, иностранное слово. Но на самом деле на Руси по-другому это всегда было. Есть такое желание поделиться тем, чего у тебя много. Ну, иначе, если ты не можешь поделиться тем, чего у тебя много, значит, ты бедный человек. То есть богатый это, который берет, и у него от щедрости души хочется ему взять этот чай и отвезти своим друзьям, сказать, смотрите, вкусный чай. А им от щедрости. Почему-то, я не знаю, ты их даже не просишь. А ты вот возьми, у нас масло, молоко. Здесь нет начальников, подчиненных, зарплаты, пенсии. Нет бюджетных или церковных грантов. На жизнь зарабатывают только своими руками. До какого-то поселка, где там можно поехать за работу, 14 километров. То есть где там ближайшее место, где можно устроиться на работу. Поэтому нам приходится смотреть, открывать широко, открытыми глазами, что нам Господь дал. А Господь нам дал разные дерева, ветки дал. Глину дал. Ну, все, что под руки попадается. И вот наша задача, имея вот такой набор, найти те технологии, которые в древности людям помогали. Из них же они делали многие вещи, и вот и мы делали. И не только делают, но и совершенно бесплатно делятся своим опытом с другими. Здесь работают мастерские лицевого шитья, народного костюма, керамики, плотницкого и печного дела, деревянные резьбы и изготовления мебели. Мы стараемся создать такую атмосферу, в которой, когда человек прибывает, мы стараемся ему помочь увидеть самого себя и свои собственные возможности для самореализации. По дому ходишь, как по музею. Все здесь самобытное, рукотворное. Эта стильная люстра – не что иное, как липовая ветка. Она упала, когда был сильный ветер. И так удачно пригодилась в хозяйстве. Учиться церковному лицевому шитью съезжаются женщины из разных городов и даже стран. Сейчас здесь проходит выставка, посвященная 100-летию возрождения патриаршества на Руси. Эти пелены уже побывали на 50 экспозициях. Лицевое шитье – это название не столь древнее. Изначально вся такая вышивка называлась золотной. На Русь она пришла из Византии, так традиционно принято считать, вместе с православием. И распространена она была в домах, если Византии – это дома императоров, то у нас на Руси – это княжеские дома. Поскольку шитье – это занимает очень большое время, то вне княжеского дома женщины не имели возможности, у них не было столько времени, чтобы заниматься этим искусством. Оно очень кропотливое. Лицевое шитье – от слова «лик». Мастерицы вышивают лики святых, сцены жития и библейские сюжеты. Мы с вами смотрим на пелену, посвященную прославлению святых Санкт-Петербурга. Здесь изображены под сенью Матери Божией, знамени – это верхняя сфера. Четыре значимых для Санкт-Петербурга святых и для нас тоже, для всех. Иоанн Кронштадтский, Ксения Петербургская, Серафим Вырецкий и Александр Невский. Эту пелену вышивал большой коллектив. Вышивали мы с 2002 по 2013 год. Это столько лет? Да, это очень долго шьется, при том, что очень много людей задействовано в этой работе. До 15 века все вышивалось металлизированной нитью – золотой или серебряной. А потом на Руси полюбили и разноцветные шелка. Эта техника, она очень долго живет, то есть долговечная. Это связано с тем, что маленький стежок, и этими маленькими стежками выслана вся поверхность. И каждый стежок придерживает предыдущий. И за счет этого, вроде бы, ниточка, казалось бы, она такая тоненькая, шелковая, она совсем хрупкая. Но она переживает тысячелетия, не только столетия. Марина преподает лицевое шитье в Московской Духовной Академии. Она рассказывает, что пелены – это вещественный знак молитвы, с которой вышивали мастерицы. И как молитвенный дар их приносили в храмы. Какое слово считается самое сложное? Или для вас лично что слово? Нет ничего сложного. В лицевом шитье есть только все очень сильно кропотливое. А все швы по технике исполнения, они простые и доступные маленькой девочке до 10 лет. Но есть одно но. Девочкам в таком возрасте пока недоступна усидчивость. Шелковые нити окрашивают сами и только натуральными красителями – растениями, корой, шишками, грибами. Такие краски не будут выцветать столетиями. Когда начинаешь красть нитки, то становится очень трудно. И получается в итоге вот такая большая палитра пушистых таких косичек. И пелены, которые мы увидели у вас, они вышиваются именно этими ниточками. Вот из бабушкиных сундуков измайленных, современными, покрашенными в травах. Вот это пижма, остовые пижмы, покрашенные в присутствии этих ржавчины. А это у нас что? Это образцы швов. Есть у каждой вышивальщицы маленькие пяльцы, на которых она пробует различные швы. И свои первые пробы, они хранятся, потому что там на этих же пяльцах ты все время что-то еще дошиваешь, что-то еще пробуешь. И потом получается вот такая... Это как черновичок такой, да? Да, живописное полотно, которое можно ставить отдельно в рамочку, как произведение искусства. А вот сколько... История жизни. Сколько на маленьком миллиметрике, да? Вот сколько стежочков помещается? Здесь бывает по-разному, но если шить с шестьдесят пятым шелком, то до шести стежков на квадратный миллиметр. Там получается два стежка в длину и три стежка в ширину. А какие бывают швы? Швы делятся на две части. Золотные швы в прикреп и шелковые швы. Там чаще всего в раскол. Да, вот, кстати, изнанка очень интересная. Показательно. Из-за этого очень интересно смотреть, если разрешают реставраторы в музеях древние вещи, посмотреть их изнанку. Там вся, вся, ну, вся карта, как карта действий видна. То есть как шила вышивальщица в древности, все-все тут видно. Телевизора Вагаркова нет. Его и смотреть здесь некогда. Всегда найдутся какие-нибудь дела. Надо читать самые лучшие книги. Надо смотреть самые лучшие произведения искусства. Слушать музыку, учиться музыке, учиться живописи. Надо успеть как можно больше научиться в этой жизни. Для этого надо время. Вот. И когда мы освободились от телевизора, оказалось, что сутки имеют не 24 часа, которые тогда были, а они 48. Тут больше успеваешь его. Ты просто получаешь огромный пряник в виде возможности для того, чтобы что-то успеть сделать. А вот интернетом жители сказочного терема пользуются с охотой. В их случае это необходимость. С помощью интернета можем связываться с близкими нами, по духу людьми и общаться. И эти люди могут быть и в Америке, и в Австралии, и в Сербии, и в Польше, и везде. И это площадка там, где мы узнаем новые технологии. Можем узнавать для тебя что-то ценное. Общаться с теми людьми, которые для нас важны. И это для нас как бы вот это окно, которое и о себе сказать, и о людей посмотреть. Друг у меня знаком с Александром Владимировичем, вот. А я уже немножечко занимался мебелью. Ну, он мне сказал, что вот этот человек будет твоим серьезным толчком. Поезжай к нему. Я искал, кто меня, как говорится, поймет и оценит, и одобрит. И вот это единственный человек, который сразу сказал, иди сюда. Что вам здесь нравится больше всего? Здесь свобода и спокойствие. И движение дальше, дальше, дальше. Мне очень понравилось делать игрушки. Вот это все сделал Николай. Резные русские иконы, киоты, сказочная мебель, лошадки. Конница, она у нас стала таким символом замечательным. И, знаете, когда к нам приезжают и становятся люди, друзья, члены там нашей артели, и все. У нас как членский взнос, да, они приобретают эту лошадку. Вот, и мы уже знаем, что вот обладатель этой лошадки имеет карту всех грибных наших мест. Вот, всегда мы его любим, ждем. Дом Вагаркова – это настоящий русский терем. И как в известной сказке, здесь много добра, взаимопомощи и любви друг к другу. Для гостей, а их здесь всегда очень много, хозяева выделили несколько уютных комнат, где, естественно, все сделано своими руками. В них есть все, даже рабочее место. Эх, всю жизнь мечтала работать на природе, иметь такой офис. Красота, тишина, животные под окном ходят, и при этом есть связь с внешним миром через интернет. Ну, а если вы вдруг почувствуете усталость, здесь всегда можно отдохнуть. Вот на такой уютной кровати. Тем временем Марина садится собирать бусы. У нее получаются настоящие шедевры ручной работы. А дизайн кто придумывает? Сама крашу, сама леплю, сама крашу. А глину берете прямо на улице? Разные. Есть и на улице, есть и покупная, есть и подарочная, кому не жалко. Но обжигать возите, да? Да, да, обжигаем. Единственное, что я дымлю в печке сама. Вот эти вот темные такие, вот этот брутализм, он делается в печке. Вот глазурькой все это, конечно, обжигать, возить, а вот это все, вот это вощеное. Она была бы вот такой беленькой. Я ее искупала в грузке, и она стала вот такая вот. Какая-то, как белья, такая белья. Мы выходим на улицу. Возле дома стоит небольшая деревянная часовня. Молильная комната для сугубой молитвы. Это тоже детище Александра и его помощников. И вы можете увидеть, что с восточной стороны она украшена керамической иконой с образом Христа Спасителя, работы моего друга и большого мастера Ильи Куприянова. Давно вы ее построили? Она была построена в 2005 году и была освящена в честь преподобного Сергия Радонежского. Он покровитель всех ремесленников, и у нас здесь православный ремесленный центр. Конечно, когда нам трудно или что-то мы испытываем в нужду, а на самом деле еще и тогда, когда нам радостно, и когда мы хотим поделиться нашей радостью, мы приходим сюда и заходим вот в эту замечательную часовню. Дверь в часовне всегда открыта. Сюда иногда заходят местные жители, дачники или те, кто просто едет мимо. Пока часовни не было, вот здесь есть у нас очень резкий поворот, и зимой он раньше обледеневал, плохо чистили дорогу, и было много переворотов машины, да, и были, ну, люди калечились. И вот с тех времен, как мы поставили часовню, слава богу, люди просто притормаживают. Ну, видите, часовни, на всякий случай притормозят. Даже уже этот момент очень такой вот, мы сразу видим, как это все по-другому становится среда обитания, да, там, где есть часовня, там, где люди стремятся к свету, там немножко и по-другому там светлее становится. Деревня Агаркова Деревня Агаркова – место, в которое хочется возвращаться. Здесь всегда рады гостям, здесь живет творчество и случаются чудеса. А они происходят тогда, когда в них веришь. Это были Азы Православия. Увидимся на канале ОТВ.